На других, не менее редких снимках, за каждым из которых мы буквально охотились, чтобы показать их вам, наши солдаты образца 1962-го удивительно похожи на тех, что покидали Афганистан 20 с лишним лет спустя, в 89-м. Те же худые, дочерно загорелые лица и выцветшие от солнца одежда. Ещё сильнее жары мучила влажность. Все выданные солдатам матрасы и подушки постоянно были мокрыми. Нам засаждали такие твари, скажем так, как змеи, их было очень много. И всю ночь у нас дежурили, ну, попеременно товарищи. И наутро, когда мы выходили на улицу, то мы видели, что на верёвочке висят там около десятка этих змей, которых они убивали. А кроме них были пауки-каракурты, которых солдаты боялись даже больше змей. Укус самки такого вот паучка для человека смертелен. Но на самом деле опаснее змей, опаснее пауков были твари куда более мелкие. Малерийные комары, которые разносили убийственную заразу. Нас никто не прививал от каких-то тропических этих самых, никто не думал об этом. 66 военнослужащих и трое служащих погибло. Похоронены они на Эль-Чико под Гаваной. Мемориал войну-интернационалисту. Хорошее кладбище на острове Куба. 69 человек там официально. Но они официально там, конечно, похоронены значительно больше. Это ужасно, но ведь повернись все иначе, жертв могло бы быть миллионы. Никита Хрущев пошел на такой беспрецедентный шаг, как переправка ядерного оружия через океан в мягкое подбрюшье Америки вынуждена. Именно потому, что хотел избежать подобного развития событий. У нас же соотношение ядерных боезарядов между Соединенными Штатами и Советским Союзом было 1 к 17. В Соединенных Штатах было, по-моему, 5 тысяч боеголовок, а у нас всего 300. Вот эта операция, она как раз должна была бы как-то скомпенсировать наше, ну, скажем, отставание в ядерных боеголовках в сравнении с Соединенными Штатами Америки. Как все развивалось тогда, осенью 1962-го? 14 октября главный офицер Национального центра расшифровки фотографий при ЦРУ Дина Бруджони наконец-то получил реальное подтверждение своим давним подозрением. До этого снимки, которые все-таки удавалось сделать, были размытыми, нечеткими. После того, как над территорией СССР сбили самолет-разведчик Фрэнсиса Пауэрса, полеты над территорией Кубы американским пилотам временно запретили, но теперь все изменилось. Вот такой американский самолет-разведчик сумел таки сделать кадры, анализ которых подтвердил. На них пусковые платформы для ракет, машины для их заправки и, наконец, сами ракеты. Миссия проводилась 14 октября и продолжалась до 15-го. Мы посмотрели на полученные кадры, обнаружили на них объекты в 65 футов длиной и пришли к выводу, что это ракеты. Когда 16 октября мы пошли на встречу с президентом, к нам подошел Бобби Кеннеди вместе с Макнамарой. Они спросили, как же вы можете быть настолько уверены по этим крохотным черточкам, что это места расположения ракет? И мы ответили, мы видели точно такое же в России. Дело в том, что американцы до этого снимали парады на Красной площади, на которые по традиции торжественно вывозилась новейшая советская военная техника. Один из аташе американского посольства в Москве сумел сделать вот этот поразительный снимок. Он запечатлел тягач и ракету, стоя строго напротив нее, да еще и фотоаппаратом со специальным объективом, который позволил зафиксировать ее точные размеры. Теперь, сопоставив их, удалось сделать однозначный вывод. То, что было сфотографировано на Кубе, похоже на ракеты на Красной площади один в один. Простые американцы, до которых эту шокирующую новость тут же донесли журналисты, даже не зная о том, что обнаруженные ракеты, ядерные, ударились в бегство. В дни ракетного кризиса я был офицером советской разведки, работал я в Мексике. Мне приходилось видеть эти огромные, многокилометровые караваны американских автомобилей с прицепными домиками на колесах, которые день и ночь вливались на территорию Мексики. Создавались немедленно в чистом поле целые городища, которые не были оборудованы ни санитарными возможностями, ни водой, ни естественной медицинской помощью. Это было, конечно, драматично и просто страшновато. На несколько суток человечество замерло в состоянии неопределенности. Ни мира, ни войны. Американские корабли блокировали Кубу, не пропуская к ней ни одно судно. Именно из-за этого теплоход «Александров» со второй партией боеголовок и десяток других кораблей так и не смогли подойти к «Острову свободы». Те же советские солдаты, кто уже был там, начали готовиться к смерти. Мы понимали одно, что мы навряд ли вернёмся. После уже событий нам стало известно, что на наш участок, только на позицию нашего полка, было планировано американцами два эшелона авиации по 200, один эшелон 200 самолётов, второй около 300. И после этого ядерный удар был на все наши позиции. 20-го вечера нам объявили просто боевую тревогу и объявили состояние войны США. Мы поехали готовить заряды. И всё ждали команды из Москвы. Будет команда из Москвы или нет. Вот насколько близко мы были к ядерной войне. Мы были на грани. И советы сказали, что они тоже подходили к грани. Когда мы это поняли, мы не знали, что же, чёрт возьми, делать. А 27 октября командование группировки ПВО на Кубе самостоятельно приняло решение сбить самолёт-разведчику-2, которым управлял майор Андерсон. Архив национальной безопасности хранит шифрограмму, которую Родион Малиновский отправил командующему советской группой войск на Кубе Иссе Плееву. Тростней к товарищу Павлову. Мы считаем, что вы поторопились сбить разведывательный самолёт США У-2. Подпись, директор. Однако изменить ситуацию было уже нельзя. Две ракеты С-75 поразили цель. Мир покачнулся и начал неуправляемо клониться в пропасть войны. События 27 октября, самого опасного дня в течение кризиса, состояли из четырёх действительно скверных моментов. Сбитый самолёт майора Андерсона – лишь один из них. Ещё до этого, утром, администрация Кеннеди узнала, что другой американский самолёт-разведчик У-2 сбился с курса над Сибирью во время запланированного полёта. В воздух по тревоге были подняты советские и американские самолёты. Причём на истребителях ВВС США имелись ракеты с ядерными боеголовками класса «Воздух-воздух». Тогда над Беринговым проливом, над Сибирью и Аляской могли произойти ядерные бомбардировки. В этот же день были получены сообщения о преследовании американскими кораблями в Атлантике советских подлодок. Теперь мы знаем, что у них на борту были ядерные торпеды. А кроме того, приказ командования запустить их в том случае, если ситуация в результате атаки американских кораблей окажется критической. И в тот же страшный день, 27 октября 1962 года, американские генералы пришли в овальный кабинет к президенту Кеннеди с категорическим требованием начать войну. Они буквально орали на Кеннеди и его советников, заставляя его начать немедленно. Теперь мы знаем, что события 27 октября только окончательно убедили президента в том, что нужно идти на компромисс, что США должны согласиться отозвать свои ракеты из Турции, отказаться от бомбардировок СССР и пообещать, что не будет вторжения на Кубу. Переговоры между Кеннеди и Кеннеди завершились в течение трех дней. Но мало кто понимает, почему все прошло так гладко. Дело в том, что Хрущев имел в руках пусть единственный, но более чем весомый козырь. И получил он его благодаря человеку, фамилия которого сегодня почти позабыта. Речь о капитане второго ранга, командире дизельной подводной лодки Б-4, Рюрике Кетове. Архив национальной безопасности в Вашингтоне хранит докладную записку в президиум ЦК КПСС от 25 сентября 1962 года, подписанную маршалом Советского Союза Матвеем Захаровым. Именно в ней высказана рекомендация направить на Кубу для сопровождения секретных грузов не военные корабли, а подводные лодки из Кольского залива. На каждой лодке была одна торпеда с ядерным снаряжением. И командир лодки имел право самостоятельно применить ядерное оружие на своей лодке в случае угрозы захвата этой лодки американцам. Американцы все-таки выследили наши подводные лодки, три из четырех. Окружили их буквально в последний день, вот так, на самой острой фазе кризиса, где-то 27 октября. И начали забрасывать наши подводные лодки шумовыми глубинными бомбами. Подводники терпели сколько могли, пока кровь не пошла из ушей и из носа, пока не начали сдыхать аккумуляторные батареи и, как следствие, не закончился кислород. А после приняли решение всплыть и дорого продать свою жизнь. Один из командиров подводной лодки в 2002 году в Гаване на конференции, посвященной старой коллективе ракетного кризиса, рассказывал об этом перед широкой аудиторией. Я был готов применить ядерный боеприпас, если сделают американцы попытку захватить лодку. Но когда я всплыл, а не всплывать было нельзя, то вместо враждебных лиц и угрожающих стволов орудий, которые были бы направлены на лодку, я увидел, что на бортах американских надводных кораблей стоят в стройе американские солдаты, сняли свои головные уборы, восторженно приветствуют нас, размахиваясь. Измученный командир не мог понять, в чём дело. Почему в них не стреляют, а отдают им честь? Оказалось, что пока подводники сидели на глубине, соблюдая радиомолчание, стало известно, что Кеннеди и Хрущёв заключили мирное соглашение. И поэтому американцы приветствовали наши подводные лодки как, в общем-то, своих потенциальных противников, которых они очень уважали. Впрочем, произошло это во многом потому, что американцы сумели запеленговать и вынудить к всплытию лишь три из четырёх советских подлодок. Четвёртую, ту самую Б-4 под командованием Рюрика Кетова найти так и не удалось. Сейчас почему-то такой стереотип, говорят, что Хрущёв и Кеннеди договорились, в результате здравый смысл. А ведь здравый смысл состоял ещё в том, что у нас в ГДР, в Польше 500-тысячная группировка войск была адмилизована по военному времени. И если бы на нас они там, значит, напали, то представьте себе, уже бы через неделю у Ла-Манша были. Я почему-то так думаю. Это основной сдерживающий фактор о том, что Россия должна всегда иметь силу. Кто победил бы в Третьей мировой войне, если бы лидеры двух супердержав, Америки и Советского Союза, не договорились? Ответа на этот вопрос мы, к счастью, не узнаем никогда. Да и история, как известно, не любит сослагательного наклонения. Но всё же один, несомненный победитель в Карибском кризисе есть. Этого человека мы вскользь упомянули в начале фильма, но потом как-то забыли на фоне противостояния громад США и Советского Союза. Фидель Кастро. Кастро. Почему победил он? Через год Кеннеди был убит, а Америка начала войну во Вьетнаме. Мы ничему не научились, не усвоили урок. В следующие два года Хрущев был снят с поста, а Советский Союз начал строить ракеты. Огромные деньги были потрачены на ядерное вооружение. И для чего? Они никогда не могли бы быть использованы. И лишь один персонаж, Фидель Кастро, живёт и здравствует до сих пор, пожиная плоды от того ракетного кризиса, который закончился этим удивительным компромиссом между двумя великими державами. Но победа не столь явная. Куда более тонкая по своей подготовке и по полученным результатам досталась и Советскому Союзу. К чему стремился Хрущев, отправляя ракеты на Кобу? Вряд ли только к тому, чтобы помочь Фиделю Кастро и спасти Кубинскую революцию от десанта американской демократии. Мы спасали сами себя. И нам это удалось. По сути, бескровная война завершилась тем, что американцы отказались от планов бомбить Советский Союз. А СССР? Он лишь сгонял туда-обратно огромное количество войск и техники, проведя беспрецедентные в истории современной цивилизации военные учения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова